Тридцать пятый Заказ тридцать пять Капучино с кленовым сиропом Уже тут помешала И заказала Цезарь Ролл Сейчас будем с вами тестировать Ребятушки, я Макдати когда-то была давным-давно Смотрите, открывай здесь То есть вот Цезарь Ролл Так, смотрите Я просто смотрю, думаю, как это кушает Открываем Так, ну все идеально Видимо, снимаем Все Тестируем Вкусно Ой, сейчас палочку у меня Папучино пушистый Это очень вкусно Быстро Вот я показала Только Нажала сделать заказ Все, уже зовут Тридцать седьмой Говорят Все, подходите Хотел сказать Хотела сказать У нас в Сургуте Макдональдс работает Я не знаю, почему вообще в Сибири работает Детали не знаю Вот функционирует Все вкусненько Еще хочу показать вам прикол Ребятушки, столы прикручены к полу, посмотрите, я не знаю, сколько вот здесь, ну, сантиметров сорок, это от силы, если не меньше. Это на специально, да, покушали и проверяем, можем мы тут проесть с трудом. Ребята, твои деньги рассыпались. Ребята, мы с вами в самом красивом сквере города Сургут, называется Центральный. Давайте проведаем, что и как здесь, как у нас оживает растительность. Сегодня у нас 24 мая 2022 год, локация город Сургут. Я вижу, что черемухи уже зацвели, сейчас пройдемся с вами, посмотрим все, какой аромат, вообще прекрасный, просто прекраснейший. Птички заливаются, смотрите, какая красота, аромат просто восхитительный. Дождались, дождались мы с вами цветушек, но сирень пока еще у нас не цветет, впереди боярочник тоже только-только оживает, зеленица. Птицы заливаются. Сегодня у нас пасмурно, плюс 13 градусов, такой северный ветерочек. Здесь цветы у нас, к сожалению, стали очень-очень поздно сажать. Не знаю, даже в июне посадят или нет. Здесь вот у нас боярышник. Рядом называется парк Узагса, сквер старожилов. И оттуда и здесь доносится пение птиц. Кедровки ожили. Кедровки и не только. Обязательно надо с вами прогуляться и там. Смотрите, березки, какие они изумрудным цветом. Просто восхитительно. Все-таки не зря говорят, что зеленый цвет он расслабляет. Ну а вам я предлагаю подписаться на мой канал. Почему предлагаю? Чтобы не потеряться в недрах интернета, потому что даже за собой замечаю. Иногда кто-то мне нравится. Я не подписалась и все, на следующий день мне даже найти этого человека трудно. Ну а когда подписался, автоматически и нажал на колокольчик, всегда будут приходить уведомления вам на телефон о выходе новых интересных серий. Ну аромат восхитительный. Ну хочу сказать, в этом году у нас вообще наплевали на уборку города. Много где у нас сухая трава осталось. Благо шли дожди. И знаете, не такая пожароопасная обстановка, но было страшновато. И сейчас зеленая травка прорастает и прячет всю эту страшноту. Березки ожили. Сирень, мне кажется, вот это сирень. Сейчас с вами подойдем. Так. Да, это похоже на сирень. Ну сирень мы ждем. Обычно у нас в начале июня. Сейчас пока рано. И то это благодаря тому, что, смотрите, уже рябинка скоро зацветет. Благодаря вот буквально после 9 мая у нас неделя была 18 градусов. Стояло так где-то 5 дней стабильно. И благодаря этому у нас все так бодренько, бодренько ожило. Появились листики, появилась травка. И сейчас, конечно же, обстановка куда веселее, чем до этого. Потому что, если даже прохладно, уже есть на что любоваться. Глазу есть на что упасть. И как-то более релаксово гуляется. Впереди у нас ЗАГС. Кто впервые смотрит мое видео, это новый ЗАГС нашего города. Вот такой вот небольшой скверик. Сейчас вам покажу. А хотела сказать, здесь у нас фонтан. Хотела еще рассказать. По весне вот наши сосны, они отщелкивают старые шишечки. И появляются мелкие новые зеленые. На экране не так это выглядит. Интересно. Видите, вначале как свечки, как будто бы. Ну, аромат тоже потрясающий. Финтоциты просто потрясающие. Ну, красота сейчас гулять. Как видите, я одета в курточке в такой летний легкий синтепон. На шее тоже обязательно что-то надо. Но уже можно без перчаток, по крайней мере сегодня, без шапок. И ближайшие два дня ожидаются очень теплых. Может быть, дальше съездим снова с вами на дачу. Посмотрим, что как. И там нам закатали, знаете, такую великолепную дорогу. Обязательно покажу. Потому что наш город сейчас похвастаться такой великолепной дорогой не может.